Лена шла по улице, ничего не видя из-за слез, застилавших глаза. Час назад весь мир рухнул у ее ног. И теперь она не знала, как ей выбираться из-под его осколков. Еще утром она думала, что счастлива и ничего плохого с ней не случится. И вот это известие. У ее мужа Алексея другая женщина. Лена и Алеша были женаты семь лет. Познакомились на студенческой вечеринке и больше не расставались. Полугода встреч им хватило, чтобы понять – они просто созданы друг для друга. Веселая свадьба закончилась недельным отдыхом на море. А потом начались самые обыкновенные будни, в которых было все как у всех. Но и Леша, и Лена старались не поддаваться унынию, если что-то складывалось не так. Поддерживали друг друга, если бывали проблемы на работе, смеялись над временным безденежьем, угощая друг друга тарелкой быстро растворимой лапши и чашкой дешевого чая в пакетиках. Они были молоды, беспечны и счастливы. Время шло, их быт постепенно налаживался. Алексей уже работал на руководящей должности. Его доходов вполне хватало для безбедной жизни. А вот Лене реализоваться не удалось, и она по-прежнему выполняла несложные обязанности в одной фирме, получая среднюю зарплату. Три года назад серьезно заболел отец Алексея. Ему требовался постоянный уход, и муж попросил Лену взять эти обязанности на себя. «Родная моя, понимаешь, мы можем нанять сиделку, но она же будет совершенно чужим человеком. А я хочу, чтобы с папой были только мы». «Мы?» «Ну, понятно, я не могу постоянно находиться рядом с ним. Все-таки у меня работа, но буду как можно чаще заезжать, покупать все, что надо, и ему, и тебе». «Пожалуйста, Ленусь, соглашайся. Ну что тебе от твоей работы?» «Одни нервы. А тут ты и при деле, и дома, и вообще». «Но я не смогу разрываться между двумя домами. А кто тебя накормит, в доме уберется, вещи приготовит». «Лена, ну в самом деле, я ведь тоже не безрукий. Мне что, два года?» Она, немного поколебавшись, согласилась. И уже со следующего дня приступила к своим новым обязанностям. Время шло. Уход за стариком отнимал все ее время. И единственное, что утешало Лену в ее добровольном затворничестве, так это светящиеся благодарностью глаза старика. Потом его не стало. И жизнь Лены вернулась в привычное русло. Правда, теперь она не могла найти работу по специальности. Но Алексей снова утешал ее. «Отдыхай, тебе сейчас это очень нужно». Так Лена стала домохозяйкой. Однажды она поехала на квартиру отца, которая уже около года пустовала, и решила навести там порядок и забрать некоторые оставленные вещи. Но едва вошла в прихожую, поняла, что жилье вполне обитаемо. И очень удивилась, когда ей навстречу вышел двухлетний малыш. И уставился на нее своими глазенками-бусинками. А из кухни вышла его мать. Привлекательная женщина, которой явно было не больше 25 лет. «А вы кто? И что тут делаете?» Растерявшаяся Лена даже забыла поздороваться. «Я Тамара. Это мой сын Никита. Мы тут живем». «А по какому праву?» «Это квартира моего мужа Алексея. А вы кто?» «Судя по всему, жена вашего мужа». Лена глупо хихикнула и, не спрашивая разрешения, прошла по всей квартире. Тамара, взяв на руки малыша, везде следовала за ней. Лена села на диван в гостиной. «Это сын Алексея?» «Да». «Позвоните ему, пожалуйста, со своего номера». Тамара послушно набрала номер, и спустя несколько секунд в трубке раздался такой знакомый голос. «Да, Томочка, что-то случилось?» Лена взяла из ее рук трубку и проговорила. «Нет, дорогой, все в порядке». «Лена?» В голосе Алексея послышалось замешательство. «Ты что там делаешь?» «Как ты мог? Как ты мог?» «Лена, возвращайся домой, я все тебе объясню». «Что ты можешь мне объяснить? Что пока я ухаживала за твоим больным отцом, ты завел себе новую семью? Жил в свое удовольствие? Ты ничтожество, подонок, дрянь, понял? И я не хочу тебя видеть, вообще никогда». Лена сунула телефон в руку опешившей Тамары и вышла из квартиры, хлопнув дверью. И вот теперь она шла, куда глаза глядят и обливалась слезами. «Предатель! Подлец! Изменник!» Мысленно ругала Лена мужа. «Ребенок у него! А я? А как же я?» Лена всегда мечтала о детях, с самых первых дней замужества. Но забеременеть у нее так и не получилось. Много раз она собиралась обратиться к врачу, но каждый раз Алексей отговаривал ее, а потом, во время ухаживания за больным стариком, мысли о собственном ребенке покинули Лену. Не до того было. И все же, глубоко в душе она надеялась, что из их пары не она виновна в том, что не может родить. И вот теперь сын Алексея доказал обратное. Итак, она бесплодна и одинока. Теперь у нее нет и не будет вообще ничего. Ни семьи, ни детей, ни работы. Она никому не нужна. Совсем никому, даже самой себе. Начинался дождь, но она словно и не замечала этого. Брела среди каких-то полузаброшенных дач, вообще не думая о том, куда идет. Телефон в сумке настойчиво звонил, но она не обращала на него никакого внимания. Только почувствовав смертельную усталость, она огляделась по сторонам, увидела под деревом старенькую скамеечку и присела, прислонив голову к шершавому стволу. Лена закрыла глаза, почувствовав, как все тело наливается свинцовой тяжестью, и проваливалась в какой-то тяжелый, тягучий сон. Спускались сумерки. Капли усиливающегося дождя хлистали по лицу, но Лена была не в состоянии открыть глаза и искать хоть какое-то убежище. Ей было все равно. А в это время трехлетний Артемка, сбежав от бабушки, шлепал по лужам, радуясь брызгом, летевшим из-под его босых ног. «Артем, ах ты постреленок, вот беда мне с тобой!» Кричала сухонькая старушка, пытаясь догнать внука и не успевая за ним. «Да куда же ты по лужам? Простынешь ведь и возись с тобой! Ох ты ж горюшка моя, горькая!» Наконец ей удалось подхватить малыша, но она тут же отпустила его, охнув от боли простреливший поясницу. Повернулась, чтобы осмотреться в поисках скамьи и только тут увидела сидевшую под деревом женщину. Старушка испуганно вздрогнула, успев подумать, жива ли она, потом шагнула к Лене и тронула ее рукой. «Ты чья такая будешь? И чего тут под дождем сидишь? Случилось у тебя что?» Лена открыла глаза. «Вы не бойтесь, я сейчас уйду. Я тут случайно просто заблудилась. Да куда же ты пойдешь в такую темень? Ладно, пошли ко мне. Вон мой дом, я с внуком живу. Меня Антониной Львовной зовут, а его Артемкой». Лена и в самом деле увидела, как из-за ее спины выглянула лохматая белобрысая голова глазастого мальчика. Лена встала и, поблагодарив женщину, протянула руки к мальчику. «Давай я тебя понесу», – предложила она вдруг. И он с удовольствием забрался на нее, поджимая продрогшие ножки. Полчаса спустя, когда малыш был искупан, и сама Лена тоже привела себя в порядок, она сидела на кухне с Антониной и ее внуком. Пила горячий чай и, желая выговориться, все рассказывала о себе, не скрывая от старушки никаких подробностей. «Почему он так поступил, Антонина Львовна? Я ведь все для него делала, любила, заботилась. И что получилось? Я за его отцом ухаживала, а он в это время меня предавал, изменял мне. Как же так можно? И самое обидное, что у меня детей не будет, а я так бы хотела, чтобы у меня вот такой же сынок был». Лена посадила Артемку к себе на руки и, видя, что он закрывает глазки, стала его тихонечко укачивать. «Ласковый он у вас, чужих не боится». «О, Лена, потому и ласковый, что материнской любви ему не хватает. Мать его, невестка моя, вроде твоего Алешки, такая же непутевая. Загуляла от Егора, сына моего, Артемки еще и году не было. Егор-то все по вахтам ездил, на семью деньги зарабатывал, а она, видишь, какая оказалась, подолом махнула и была такова». «Вернется. А думается, вернется. Как же от сына уйти?» «Нет, милушка, уже не вернется. Умерла она, в аварию попала. С мужиком каким-то ехала, вместе погибли. Я уж подробностей не знаю, это мне Егор все рассказал». Она, как оказалось, и квартиру их общую продала, мошенникам каким-то. Деньги прокрутила. «Нельзя так опокойно говорить, ну да ладно, промолчу». Вот и пришел ко мне Егор с Артемкой, попросил присмотреть за ним. Я, говорит, по контракту доработать должен. Отпустила я его, сама за внучком приглядываю. А с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Он такая ягоза. Смотри-ка ты, уснул. Лена встала и отнесла мальчика в кроватку. А потом помогла старушке убрать со стола, перемыла посуду и засыпая, с удивлением подумала, что уже несколько часов вообще не вспоминала об Алексее. Прошло два месяца. Лена жила с Элевтиной и Артемкой, делала все по дому, ухаживала за мальчиком и его бабушкой, и очень привязалась к ним. В город она практически не выбиралась. За продуктами и бытовыми мелочами ходила в магазинчик, что был в конце соседней улицы, и наслаждалась жизнью в частном доме. Алексей поначалу пытался дозвониться к ней, но она написала ему, чтобы забыл о ее существовании и выключил оставший ненужным ей телефон. Однажды вечером Элевтина странно охнула и осела на стул, а потом вдруг стала заваливаться на бок. Лена подбежала к ней, придержала, с трудом довела до дивана, а потом митнулась к телефону и вызвала скорую. Через двадцать минут приехал врач. Осмотрел больную и забрал ее, чтобы положить в стационарное обследование. С этого дня забот у Лены прибавилось. Теперь она навещала старушку в больнице, привозила ей домашние еды и успокаивала, обещая, что все будет хорошо. Артемка не выпускал руку Лены, и Элевтина благодарила Бога, что ей есть на кого оставить любимого внука. Как-то вечером Лена укладывала Артемку спать. Она почитала ему книжку, уложила на бочок, прикрыла одеялом и стала тихонько напевать какую-то песенку. Как вдруг он посмотрел поверх ее головы и вскочил с кровати с криком «Папа! Папа!» Лена повернулась и встала. В дверях с удивленным лицом замер высокий красивый мужчина и, ничего не понимая, глядел на нее. Потом он подхватил сынишку на руки, расцеловал и спросил «Артем, а это кто?» Мальчик взял лицо отца в свои ладошки, заглянул ему в глаза и с полной серьезностью, свистящим шепотом сказал «Это моя мама, только это секрет». С того дня, как Егор обнаружил в своем доме Лену, прошло два года. Они были женаты и вполне счастливы. Несколько месяцев назад они переехали в купленный Егором большой, просторный дом, где хватало места всем. Алевтина не могла нахвалиться невесткой и постоянно повторяла сыну, что это она ему нашла такую хорошую жену. Артемка давно называл Лену мамой и она искренне радовалась этому, одаривая мальчика нерастраченной материнской любовью. Однажды Лена встретила Алексея. Он увидел ее и поспешил подойти. – Лена, родная, здравствуй. Так рад тебя видеть. Как ты? – Все хорошо. А у тебя смотрю не очень? – Не очень. Я развелся, Лена. Она обманула меня, забеременела от другого и просто хотела ему отомстить, показать, что без него проживет. Я три года воспитывал чужого ребенка и думал, что он мой, представляешь? А потом она помирилась со своим бывшим и ушла к нему. – Лена, я так скучаю по тебе. Давай попробуем все начать сначала. Ты же меня любишь, а я люблю тебя. – Да неужели? Ты опоздала, Леша, со своей любовью. Теперь она мне не нужна. – Лена, ну ты же бездетная. Кому ты нужна, кроме меня? – Нет, не бездетная. Лена презрительно усмехнулась. – Но тебя это уже никак не касается. Невдалеке остановилась дорогая машина. Оттуда вышел Егор и махнул Лене рукой. Она побежала к нему. Егор поцеловал жену и спросил. – А это кто? – Просто прохожий. Дорогу спросил. – Егорушка, у меня для тебя новость. – Давай, рассказывай. – Егор, милый, родной, я беременна. – Ленка! Он подхватил ее на руки, закружил, потом посадил в машину, и они уехали. А Алексей долго еще стоял и смотрел им вслед. Думая о том, что сам отдал этому незнакомцу свое счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова